Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я, Ольга Матвей. Сегодня готовим квашеную капусту в собственном соку. Это старинный, народный рецепт. Квасили капусту в старину. Соль и капуста, немного моркови. Вот такой рецепт, без специй, без ничего. Это очень полезно, потому что капуста выделяет собственный сок, который невероятно полезен для нас. Итак, квасим. Теперь о капусте. Капусту нужно взять ту, которая приплюснута с двух сторон. Когда вы пойдете на рынок или в магазин за капустой, не берите капусту вот такую круглую, с вытянутой кочерыжкой вперед. Нужно взять такую приплюснутую капусту, она лучше всего подходит для квашения. Теперь по поводу шинковки. Я ножом не шинкую, мне неудобно. Купите любую шинковку на рынке, они очень дешево стоят. И вот таким образом нарезаем капусту. Получается мелко, очень красиво, видите, один в один. Я потерла, здесь у меня два килограмма капусты, я потерла и взвесила ее. Теперь на два килограмма капусты я много моркови не добавляю. Вот так вот, совсем чуть-чуть. Кто любит больше, добавьте немного больше, но слишком много моркови в этот рецепт не добавляйте. И сюда столько же. Теперь по поводу соли. На два килограмма капусты пропорции соли от 40 до 50 грамм. Это дело вкуса. Я включаю весы. Сначала я отмерю 40 грамм. Я, наверное, сделаю так. Я, наверное, сегодня положу 40 или 45 грамм. Вы сделаете сначала 40 грамм соли, а потом попробуете. Если вам покажется, что нужно чуть-чуть добавить, добавьте еще 5 грамм. Но больше чем 50 грамм добавлять не нужно. Так, 44 грамма. Теперь, еще есть вариант, что некоторые добавляют сахар. Сахар ускоряет процесс брожения. Значит, на 2 килограмма можно положить чайную ложку. Больше я не добавляю. Можно вообще без сахара. Классический рецепт без сахара. Но можно добавить сахар. Это уже кто как делает. Никакие другие специи я не добавляю. Теперь этим всем пересыпаем капусту. Вот так. Помешаем ее вот сюда. Все, что было сверху, идет под низ. А все, что было внизу, переворачиваем наверх. И высыпаем оставшуюся соль. Теперь капусту нужно помять. Именно помять. Обычно у меня делает это муж, потому что у меня сил не хватает. Я делю на несколько частей. Потому что очень тяжело все это дело мять. И беру небольшую кастрюлю, в которой я буду солить. Возьмите глубокую кастрюлю. Я возьму вот такую небольшую. И буду вот так вот мять, как тесто. Вот так вот перекладываете и мнете. Значит, мнете до тех пор, пока у вас руки не будут слишком влажные. Потому что, смотрите, сколько влаги в капусте, у меня прям уже течет сок. Вот таким образом. Хорошо переминаем. Вот смотрите, буквально несколько секунд, и у меня очень сочная капуста, такая домашняя. И она вот, прямо я нажимаю, и течет сок с нее. Теперь укладываем это все в тару. Теперь такой момент. Значит, если вы не хотите делать много, хотите только попробовать, не берите большую кастрюлю, чтобы в ней было мало капусты. Никакой вес вам не поможет. Нужно столько натрамбовать в маленькую кастрюльку капусты, насколько максимально вы можете это сделать. Я трамбую руками, обычно муж у меня ее трамбует руками, чтобы даже в маленькой кастрюльке было максимум туда запихать капусты. Потому что, если у вас будет большая тара и мало капусты, никакой гнет вам не поможет. Будет выделяться сок, да, но не так, когда она будет хорошо набитая. Вот это такой нюанс. Так, беру следующую часть капусты и тоже мну. Так, хорошо помяли капусту. Я нажимаю, и прямо с нее сок у меня бежит, видите, капает. Вот до такого состояния. Смотрите, было 2 килограмма капусты, и все это вместилось в 3-х литровую кастрюльку. Поэтому, если у вас есть 3-х литровая кастрюлька, берите ее спокойной совестью. 2 килограмма капусты туда четко влезают. 2 килограмма капусты это 2 средних кочана. Вот так. Сейчас это все поубираю, чтобы было чисто, и покажу, что делаю дальше. Берем толкушку. Как вы можете, еще раз приминаем. Посмотрите, насколько приминается капуста. Хорошо примяли, посмотрите, насколько она втрамбованная. Теперь можно делать досточку, у меня такой досточки просто нет. Закладываем тарелочку. Вот так. Видите, смотрите, я нажимаю, и уже вот сок по краям. Я думаю, что вам видно, видите, уже вот сок пошел. Хорошо, сверху ставим еще одну тарелку. Все это ставим в какую-то емкость, потому что будет стекать сок, чтобы было куда течь, чтобы не на стол. И сверху ставим гнет. Ну, я ставлю литровую банку, можно 3-х литровую банку воды. Теперь есть такой нюанс. Если вы взяли капусту, а она не такая сочная, ну, вот такое иногда бывает. Что делать? Значит, меняйте ее хорошо с солью, как я показала, трамбуйте, ставьте гнет. Если через сутки у вас не появится сок, вам придется сверху, не снимая тарелочки, чуть-чуть налить водички, полстаканчика. Потому что если она сухая, сверху должна быть какая-то жидкость, которая начнет ее квасить. Понимаете? Это в том случае, если капуста сухая. Такое бывает довольно-таки редко, но такое может случиться. Вот такой нюанс. Значит, квасится она 3 дня. Что мы делаем каждый день, а лучше 2 раза в день. Подходите, снимаете гнет, снимаете одну тарелочку, снимаете вторую тарелочку. Берете деревянную лопатку или вилку или ложку и проделываете дырки в капусте вот такими круговыми движениями. Для чего? Вот так вот, до упора, прямо вот до дна. Для чего? Сейчас делать не буду, потому что только ее поставила. Будет скопляться воздух, будет явный такой кислый запах. Спаять это нормально в момент квашения ее. Если так не делать и не выпускать вот этот газ, она будет горькая. Поэтому делать так нужно обязательно раз в день или два раза в день. Значит, 3 дня она бродит. Потом перекладываем ее в банки или вот так в небольшой кастрюльке можно поставить в холодильник и ее можно есть. Если вы делаете очень много, эта капуста очень хорошо хранится при температуре от 0 до 5 градусов тепла. То есть, если у вас погреб или кладовая вот такая, повесьте там градусник, чтобы вы четко знали, какая температура там. Вы можете наделать такую капусту и она при такой температуре будет стоять до весны вот так. Так что ждать буду 3 дня, покажу, что получится. Прошло 3 дня, капуста приготовилась. Сейчас я покажу, какая она получилась. Выкладываем ее на тарелку. Капусту нужно полить обязательно подсолнечным или оливковым маслом немножко. Кто любит, можно порезать сюда даже лучок, будет вкусно. Украшаю я обычно так немного зелени, можно порезать, можно так просто украсить. Сейчас будем пробовать и я расскажу, как ее хранить. Итак, теперь тестируем, что же у нас получилось за эти 3 дня. Хрустит в меру кислое, в меру соленое и в меру сладкое. Сахар, если вы много сахара покладете, она будет такая разлазиться. Поэтому я добавляю пол чайной или чайную ложечку максимум. Вот такое сочетание сахара и соли мне очень нравится, очень вкусно. Очень хрустит. Думаю, что вы слышите, как я хрущу. Еще такой момент. Много моркови не добавляйте. Я не помню, что 3 дня назад снимала видео, не помню, говорила или нет. Много моркови добавлять нельзя в этот рецепт. Вот такое сочетание. Немножко морковки, остальное все капусточка. В своем соку. После того, как 3 дня она постоит, сок у нее есть, она влажная, но нет такого, что прямо течет водой, как в рассоле. Такого нет. Как какую капусту хранить? Если вы делали в кастрюлю, как я, можно накрыть крышкой и убрать в холодильник. Но тогда будет запах немножко кислой капусты. Лучше убрать в банку под капроновую крышку. Если вы сделали капусты много и хотите хранить ее долго, хранить ее всю зиму, много вы сразу сделали, тогда обязательно банки должны быть простеризованные. Обязательно их нужно помыть. Желательно их помыть с содой, адаптировать кипятком или простерилизовать. И только тогда закладывать уже готовую капусту, сделанную, наквашенную. Или, если вы квасили в 3-х литровых банках, то квасить их нужно было тоже в стерильных банках. Теперь такой момент. При какой температуре ее храните где? Либо в холодильнике, но если у вас ее много, тогда можно в погребе. Но температура должна быть от 0 до плюс 5. Не ниже, чем 0 и не выше, чем плюс 5. Вот таким образом. Капуста у меня готовилась 3 дня. Нужно было ее обязательно протыкать 2 раза в день, чтобы она не была горькой. Это обязательное условие. Еще такой момент. Может ли капуста готовиться дольше, чем 3 дня? От чего это зависит? От температуры дома. Если у вас температура в квартире или в доме ниже, чем плюс 19, она может стоять дольше. Тогда недостаточно тепла, чтобы этот процесс брошения прошел за 3 дня. У меня дома где-то 22 градуса, но 3 дня она у меня стояла. Иногда бывает чуть-чуть ниже, ночью падает чуть-чуть температура, но это не страшно. Ну, вот такие вот нюансы. Как подавать такую капусту? Можно подавать просто отдельным салатом, самостоятельным блюдом, полив подсолнечным маслом. Можно нарезать репчатый лук, добавить маринованные грибы или огурчики. Меленько будет тоже вкусно. Добавляют винегрет. Когда тушат просто капусту на сковородке, можно добавить еще вот такой кислой капусты. Будет вкусно. Если Вы делаете пирожки или зразы с капустой, попробуйте в начинку немного добавить вот такой кислой капусты. Будет очень вкусно. Такой будет ярко выраженный, вкусный. Вкусно будет. В общем, попробуйте. Я вчера делала зразы и немного добавляла этой капусты. Мне понравилось. Было очень вкусно. Ну, в общем, экспериментируйте. Самое главное, что она хранится всю зиму. Она реально стоит. Если у Вас есть где ее хранить. Потому что в холодильнике много не поставишь. А если в погребе позволяет место и позволяет температура, то было бы очень хорошо. Это дешевый и вкусный и полезный вариант. Хорошо. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно под видео посмотрите. Там есть много рецептов на квашеную капусту. И в рассоле. И всякими разными закусками. Вариации квашения и маринада для капусты. Обязательно посмотрите. Выскочат всякие окна живые. И нажмите на них. Так будет легче перейти. Спасибо, что сегодня были со мной. Кому понравилось, ставьте лайки. Делитесь этим видео. Вкусной Вам осенью. Пока-пока.